Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-Регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Мэр Анапа Сергей Сергеев проверил пляжи у Триша и Суко. Анапа готовится к курортному сезону, продолжаются работы по озеленению и благоустройству города. Специалисты предприятия «Теплоэнерго» обратились к неплательщикам за погашением долгов. На Кубани подвели итоги антитеррористической работы за три месяца. Из года в год на пляжах у Триша и Суко с началом курортного сезона ничего не меняется. Глава города-курорта Сергей Сергеев проинспектировал эти территории и принял по ним серьезное решение. Во-первых, это самое главное. По результатам осмотра пляжей в Суко и на Утрише глава сделал вывод, что хозяина у этих территорий нет. Поэтому продолжают стихийно вырастать торговые павильоны. Но это не новость, а уж в остальном все по-старому много лет. В красивейшем месте Анапского побережья захламленная территория, горы мусора вокруг. Иногда все это выглядит как после боевых действий. На требования главы города прекратить незаконное строительство, рабочие попытались отстаивать свои права, уверяя, что законные хозяева здесь они, поскольку давно тут живут и никто им не вправе запрещать. Скажите, что я противоправного дела? А что я противоправного дела? Не, я, а вы строите ролеты без разрешения. Вы установили баню без разрешения. Выше стоящее начальство. Какое начальство? У нас там миром. Какое начальство? Ролеты строят? Мояные, это так было. Ну смотри, как он разговаривает. Выше стоящее начальство. Нет, тут своё начальство. Они по-своему живут, по понятию. Ради Бога, ну ансамбль. Убирайте, я вам сказал, убирайте. Опор электрических столбов много лет не знали на набережной Сукопокраски. Толстый слой гравия засыпал плиточную мостовую. Торчат из-под земли проволока и мусор. Охрана присутствует на территории чисто номинально и не готова ответить, кто и почему завез сюда стройматериалы и ведет монтаж торговых павильонов. Такое же положение и на Утрише. Он напоминает не заповедную даль, а территорию забвения. Но это только на первый взгляд. Как оказалось, практически у самого уреза воды активно идет строительство здания и строят его гастарбайтеры из Азербайджана. Естественно, что на вопрос, кто хозяин стройки, ответить по-русски никто не смог. По-русски кто соображает? Кто? Алише. Ади, Алише. К слову сказать, пока идет разбирательство, кто строит на Утрише и что за сооружение, стройка ни на минуту, даже в самый сильный шторм, не прекратила работу. Поэтому глава города принял решение, что все эти территории возьмет на обслуживание МУП АКУ, как и все, впрочем, пляжи Анапы. Мы будем знать, с кого спрашивать порядок, а руководитель предприятия Дмитрий Васильевич Папандопола будет предпринимать все усилия для того, чтобы территория забвения превратилась, как и положено заповедной, в оазис, современный пляж, без цараюшек и мусора, прибитых к реликтовому дереву прилавков и слепленных на скорую руку павильонов. Любовь Евсеева, Станислав Фалько, специально для Анапа-регион. Лето начинается сегодня. До начала курортного сезона осталось два с половиной месяца. Самое время для озеленения и работ по благоустройству. На Пионерском проспекте в районе аквапарка Тикитак работают специалисты предприятия «Зеленстрой». Облагораживают и озеленяют курортную территорию. Работники предприятия «Зеленстрой» за семь дней подготовили посадочные места для кустов и молодых деревьев на газоне в 300 квадратных метров. Высадили 800 кустов роз, подготовили для посадки кустарники и деревья. Сосна крымская в количестве 32 штуки, можжевельник казацкий в количестве 38 штук, также туя колоновидная в количестве 18 штук. Сажали деревья с комом земли. При такой посадке деревья быстро приживаются. Выбор именно этих растений не случайный. Все неприхотливые хорошо выдерживают жару и южное солнце. И поливать их надо один раз в 10 дней. Параллельно с озеленением Пионерского проспекта мастера предприятия выполняют первоочередные поручения мэра Анапы Сергея Сергеева. Развернуться озеленением есть, где посадочный материал в большом количестве выращивают в своих теплицах. Сейчас идет реконструкция уличных вазонов и зеленых фигур. По городу планируется работа подготовки цветников, высадки цветов в мае месяце, в апреле. Также ремонт восстановления газонов по городу, выставка вертикального озеленения, ремонт объемных фигур. Сотрудники предприятия «Зеленстрой» высаживают новые растения с учетом уже имеющихся на клумбах. Взрослым культурам подсаживают новые сорта. Сухие деревья выкорчевывают, обрезают ветки. Делают все, чтобы летом удивить красотой и отдыхающих, и жителей курорта. Долг платежом красен. В иных случаях действуют штрафные санкции. Кто кому за что должен и чем угрожает несвоевременная оплата потребляемых услуг? Специалисты предприятия «Теплоэнерго» обратились к неплательщикам за погашением долгов. Оплатить квитанцию за теплоэнергию до 20 числа каждого месяца значит обеспечить себя теплом и горячей водой на каждый последующий месяц. Но не все напчане добросовестно оплачивают услуги. На предприятии «Теплоэнерго» столкнулись с проблемой. На сегодняшний день мы должны перед ресурсоснабжающей организацией, конкретно газовиками и электриками, задолженность за потребленные ресурсы. На сегодня мы должны 50 с лишним миллионов за газ и электричество. И нам поступило уже уведомление об ограничении поставки газа и электричества в связи с неоплаченной задолженностью. С другой стороны, у предприятия «Теплоэнерго» есть доступные средства для погашения долгов поставщикам энергии. Но это в теории. На деле необходимые средства от потребителей энергии не поступают. В списках должников физические лица и целые предприятия. По состоянию на 19 марта 91 миллион населения и прочие потребители. Большую часть задолженности, естественно, за населением. Население имеет задолженность перед нами 63 миллиона. Не оплачивают счета ТСЖ и управляющие компании, фирмы, предприятия, здравницы. Коммунальщик попал в список должников дважды, как управляющая компания, обслуживающая многоквартирные дома. И задолжали по собственным счетам. Управляющие компании такие, как услуга, сервис, более полумиллиона задолженность. Такая управляющая компания, как ООО «Крымский вал» – почти миллион триста задолженность. Южная управляющая компания – миллион шестьсот с лишним. Ограничений в поставке энергии можно избежать, если все должники рассчитаются с теплоэнерго в ближайшие дни. Предприятие погасит долг перед поставщиками. Пока очевидные вещи серьезным взрослым потребителям приходится объяснять как неразумным детям. Этих денег хватило бы, было бы достаточно, чтобы перекрыть все наши долги и быть в плюсе. А не постоянно мы берем кредиты, берем ссуды, что угодно, для того, чтобы рассчитаться за наших добросовестных в скобках плательщиков. А срочки по газу, по электроэнергии нам никто не дает. Большое спасибо РКС за помощь, которая помогает нам. Большое спасибо таким плательщикам, как ТСЖ «Сина», Урал, Мангуст, которые наперед стараются оплатить, хотя бы суммы тоже большие. Они стараются оплатить. Ребята, будьте, пожалуйста, им последовательны. Пожалуйста, оплачивайте за потребленность, за предоставленные вам услуги. Время погасить задолженности еще есть. Сутки на размышления и оплату. С завтрашнего дня, 20 число, у нас существует письмо Краснодар, Анапа-Межрегион, о том, что, скорее всего, будет введено ограничение по потреблению, по поставке природного газа. И мы вынуждены будем ввести санкцию частичного ограничения в поставке тепловой энергии. Еще раз пересмотрите свои возможности. Приедьте, пожалуйста, на парку 58А. Здесь, наверное, тоже люди находятся. Если что-то где-то нужно войти в положение, войдем. Но будьте любезны, оплатите, пожалуйста, все свои выставленные счета. Это тепло для наших детей. Это тепло для наших стариков. Наталья Пухальска, Алексей Мухортов, Анапа-Регион. И к другим темам. Совещание по вопросам уборки и вывоза твердых бытовых отходов прошло в администрации города-курорта. О том, какие найдены решения, расскажет Вадим Родин. На совещание, посвященное сложившейся в городе ситуации с вызовом твердых бытовых отходов, были приглашены руководители управляющих компаний, предприниматели, предприятия, отвечающие за своевременный вывоз мусора. Администрации поступают достаточное большое количество обращений и заявлений жалоб населения, они говорят, что предварительно в состоянии контейнеров для сбора твердых бытовых отходов. Поэтому мы сегодня предложим вам кое-что из нормативной литературы для расширения нашего с вами кругозора о наших правах и заодно о мирах ответственности. Состояние контейнерных площадок вызывает обеспокоенность у руководителя территориального отделения Роспотребнадзора Ларисы Медведевой. 90% контейнерных площадок находится в недовольтворительном санитарном состоянии. В прошлом году было 70%, значит растет. То есть мы занимаемся своей квартирой, собственники жилья, мы занимаемся территорией двора, но мы не собираемся заниматься вопросом сбора мусора. Хотя сбор мусора на сегодняшний день такая же платная услуга, такая же организационная, как говорится, момент в жизни населения, как в любой момент. Лариса Медведева также отметила, что для предприятий торговли существует ряд санитарных правил, которые должны соблюдаться неукоснительно, в том числе ежедневный вывоз мусора и содержание прилегающих территорий в надлежащем состоянии. Значит, всего привлекли к ответственности мы 30 объектов за прошлый год. Значит, это по статье 8.2. То есть, считайте, минимальный штраф для ИП там 30 тысяч. Если мы об этом не кричим и общая масса об этом не знает, может быть, нужно тогда и я буду сообщать, и в СМИ будет сообщать по нашим еженедельным рассмотрениям, кто привлечен, как привлечен, чтобы не думали, что это все спокойно остается и решали вопрос. Я думаю, что штраф в 36 тысяч быстро решит вашу проблему, потому что, наверное, в год, не знаю я, сколько стоит, но я не думаю, что больше это стоит, чем вы организуете систему сбора ТБО так, как это положено. Со следующей недели в Анапе начнет работать комиссия, которая будет выявлять нарушителей правил санитарного содержания и применять к ним административные санкции. Все они станут героями репортажей в СМИ. Продолжая тему, начальник управления ЖКХ Сергей Янин доложил, проведен анализ придомовых территорий многоквартирных жилых домов, который выявил крайне негативную ситуацию по вывозу ТБО, сложившуюся в городе, ведь переполненные контейнеры стали едва ли не нормой. Более того, управляющая компания «Коммунальщик» без какого-либо согласования снесла несколько контейнерных площадок, тем самым еще усугубив ситуацию, ведь люди продолжают выносить туда мусор по инерции. Есть и вопиющие случаи, когда вместо шести контейнеров на площадке остался только один. «Принимаем решение, что сделать перехватывающие контейнерные площадки на территории сельских поселений, это Варваровка, Суцех, не на трассе расположить, а именно на развязывающих перекрестках внутри сельских поселений. Я должен отсечь доступ этого ТБО села от контейнерных площадок, которые находятся...» Сергей Янин озвучил требования к «Коммунальщику» – восстановить разрушенные площадки, а также пересмотреть количество контейнеров, находящихся на том или ином участке. Важно, чтобы к вывозу ТБО ответственно отнеслись все – и управляющие компании, и мусороуборочные предприятия, и предприниматели, и сами анапчане. Поэтому в ближайшее время также будет проведена рабочая встреча с председателями домовых и квартальных комитетов. В администрации состоялось итоговое краевое совещание по противодействию террористической угрозе в Краснодарском крае. В режиме видеоселектора на Кубани подвели итоги работы профилактических групп за три месяца. В ходе профилактических рейдов на Кубани с 31 декабря по 18 марта проверено треть населения края, около полумиллиона жилых помещений и иных объектов. Совместными усилиями правоохранительных органов и общественности раскрыто более 8,5 тысяч преступлений. Время у нас вышло 100 тысяч административных правоохранителей. Изъято более тысячи единиц агнистрального оружия. Но самый главный итог нашей работы, на мой взгляд, не допущено террористических актов в период проведения Олимпиады и Паралимпийских игр. В преддверии Олимпийских игр после теракта в Волгограде в целях безопасности были созданы рабочие группы. Около 8 тысяч человек – сотрудники территориальных органов внутренних дел, транспортной полиции, миграционные службы, муниципальные служащие, казаки-дружинники. Совместными усилиями этих групп проверено около 1,3 миллиона человек. В ходе проведения профилактических мероприятий выявлено 6,5 тысяч жилых помещений, вздаваемых в наем. Проводимая работа позволила раскрыть 8 512 преступлений, в том числе 192, из которых совершены были иностранные рождены. Обнаружено и задержано 570 лиц, находящихся в розыске. Благодаря совместным усилиям всех служб преступность в Краснодарском крае сократилась в 4 раза. На 30% снизился уровень преступности в общественных местах. В Анапе под особым вниманием участковых и сотрудников отдела Федеральной миграционной службы резиновые квартиры. Адреса с фиктивной пропиской. Совместные действия, согласованные вместе с администрацией, это должны быть постоянные рейды, их никто не отменял. Подчеркиваю еще раз. Мы должны к курортному сезону подойти с хорошими результатами. Одна из главных задач сегодня – снижение уровня преступности летом. Профилактическая работа по обеспечению безопасности продолжается. Об обнаружении подозрительных предметов в транспорте, на остановках, в подъездах и чердаках анапчане могут сообщить по телефону 4-68-82-352-81-02. По этим же номерам принимаются сигналы о бесхозных автомобилях и подозрительных лицах. Анастасия Никитина, Максим Лагоша, Анапа. Регион. И еще одна новость. С 19 по 22 марта в Анапе можно приобрести аппарат для лечения артрита, артроза, варикоза и гипертонии «Алмак». Выставка продажа работает с 19 по 22 марта в гипераптеке на улице Парковая, 57, и в магазине «Медтехника» на улице Промышленной, 13. Только с 19 по 22 марта аппарат «Алмак» по заводским ценам и со скидкой от 5%. И это все новости на сегодня в завершении выпуска прогноз погоды. В четверг 20 марта в Анапе облачно с прояснениями. Утром возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 10-12, ночью до 9 градусов тепла. Ветер северо-западный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы плюс 8 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова